всем привет случилось у меня тут одно расстройство с пряжей на которое возлагала большие надежды но я об этом наверное расскажу чуть позже а сейчас хочу вам показать я связала маленькие образцы из стопроцентного кашемира 2600 метров 100 граммах это бота поала фирма и артикул называется платину очень классный кашемир и я запланировала если вы смотрели предыдущие видео то знаете что я хочу связать шаль наследный принц для мамы но небольшого размера то есть размера просто платка вот который можно накинуть на голову потому что там шаль такая большая вам фото вставлю так вот поскольку здесь очень тоненькая пряжа по схеме в оригинале там в описании идет пряжа метражом около 1250 метров 100 граммах и спицы три с половиной так как у меня здесь 2 600 то мне нужно в два сложения вязать чтобы ну был такой же метраж и такая же плотность ну то есть все также но это для этого нужно отматывать пряжу на отдельную отдельный моточек понятно это не проблема тем более что моталка у меня есть но я хотела попробовать в 3 нити как будет смотреться потому что в 3 нити вы знаете можно с одного нас бобины просто метод через петлю вязать без всяких размоток и вот я связала маленький образец в 3 нити на спицах номер 4 то есть понятно что и спицы нужно брать покрупнее вот так вот он выглядит я его естественно буду стирать ну в общем то смотрится неплохо и связала я маленький тоже образец в две нити на спицах именно три с половиной то есть так как идет в оригинале конечно тут совсем паутинка паутинка ну вот я сейчас покажу вам так и вот так ну-ка посмотрите скажите как вам честно говоря я даже все равно продолжаю сомневаться или мне вязать вот две ниточки вот так она конечно более ажурно смотрится или в 3 нити скорее всего что буду в 2 вязать немножко вроде как но не грубовато нет но вот так совсем паутинка такая получается очень красиво вот я не буду уже наверно вставлять в этот кусочек видео постиранный образец да и я честно говоря не знаю буду ли стирать на самом деле сейчас вот с вами посмотрела больше склоняюсь вот все-таки к этому а расстройство у меня какое вы если смотрели предыдущие видео то видели что я запланировала платье из вот такой красивенной по окрасу малабриго растита это я уже спас мы перемотала в клубок но я теперь в ступоре я вам покажу какое платье я планировала я думала платье косами и давайте наверное я вам сейчас вставлю кусочек видео где я снимала когда еще был образец до вто я связала образец и я его засняла я вам сейчас его продемонстрирую а потом вернусь к вам и покажу что случилось с этим образцом ну и вот смотрите во что этот образец превратился знаете я так расстроилась я стирал мне во первых до стирки полотно было петельки такие знаете глянцевые были с таким блеском до было расстояние между петлями но смотрелось очень красиво это пряжа была но красиво красиво смотрелось ничего не скажешь здесь вот сверху вот видите ниточку это я присоединяла кашемира вот этого бобинного ниточку который из которого я связала шар тут 1400 метров 100 граммах и я думала приглушить немножко этот дикий фиолетовый и эти даже не столько цвета сколько мне переходы вот эти хотелось немножко успокоить как-то и вот я подмешала но вот тут вот на резинке может быть и видна разница вот здесь более темная а тут ну как бы так вообще не скажешь сильно на что-то это повлило но и понятно ниточка очень тонкая она тут большой роли бы не сыграла ну и плюс вот тоже кашемирового пушка тут ждать не нужно потому что но она очень тонко здесь 285 метров кашемир 1400 так вот я постирала руками в теплой воде с добавлением шампуня и потом масочку сделала все это вот так помяла 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 но больше я хотела что пропитка с кашемира сошла на потому что ну сама это меринос он есть меринос и отжала в полотенце когда я достала из полотенца я была просто ну я в шоке был честно я так расстроилась она все свалялась представляете просто свалялась причем пряжа пошла каким-то неравномерным букле она села неравномерно и ну вот если видно вам эту ее поверхность вся во первых шероховато она чем-то похоже стала на кауни на твит от фабрики кнол вот этот софт донигал я имею ввиду потому как она спаялась между собой как она разволокнилась и вот ну ну именно да свалялась и спаялась ниточки все сплелись и но там извините как-то ты этого ждешь и в общем-то общий вид изделия это не портит а тут но это просто расстройство и вот посмотрите какая нить то на все каким-то ну таким вот как маленькие букляшек и у нее по вылезали ведь она вся бугристая кота стал вы знаете это можно было заподозрить что она может так себя повести если бы я помнила о том что это ровница ну вот посмотрите как видите вот в полотне она была вот таким вот в полотне ниточка до стирки была вот такая же как на матке такая вот глянцевая красивая были петельки как отполированные слегка я тоже я ждала подвоха могла ждать вернее от альпаки но вот каких-то таких составов но это здесь меринос но вы видите в чем дело это артикул называется растита у малабриго есть несколько артикулов все каждый по своим интересен я до этого вязала из малабриго риос риос это четырех ниточная классическая скрутка которая ведет себя абсолютно нормально прогнозируемо как любая пряжа ну среди статистическая я и в машинке стирала она после многих стирок смотрится шикарно у меня три свит не два свитера и шапка с шарфом причем шапку я после стирки перевязывала ну кто смотрит меня давно тут в курсе и все и пряжи я настолько довольна она такая классно из ровничная и вот эта ниточка ровница из ровничной пряжи и малабриго я вязала себе снуд но там это толстая вот такая вот в палец почти ниточка которой я которую я вязала спицами номер номер 10 и я ее не стирала но я этот снуд правда и не ношу поэтому я не не знала что можно ждать вот такой вот пряжи и представляете она себя повела вот как знаете одинарный твит игры или как твит или как кауни но больше на твит похоже потому что там тоже вот такая вот скрутка и теперь я не знаю потому что резинка не эластичная ну то есть она просто валенком таким стала косы тут не видны цвет конечно умопомрачительный мне он очень нравится но я теперь буду думать либо просто ну как бы вязать что-то нельзя как стирать его потом представляете связать большую вещь потом ее постирать и вот такое получить вот так что сейчас я переключаюсь таки на шаль буду вязать шаль и свой свитер из кашемира кварсхайр нежно-лилового цвета может быть благодаря такому казусу с малабрига я как раз довяжу скорее свой свитер все с вами прощаюсь не делайте моих ошибок и удачного вам вязания пока